Уважаемые коллеги, еще раз хочу поблагодарить, что пригласили меня в ваш прекрасный город. Мало видели, в час ночи приехали только вчера, но сегодня мы думаем, что посетили вашу больницу. Посмотрим, как вы оказываете помощь, в первую очередь детям, обсудим какие-то дальнейшие шаги по кооперации и по выгодному сотрудничеству в будущем. Спасибо Леониду за президенту Украинской Академии Педиатрии, за такой теплый прием и представление меня как представителя Европейской Академии Педиатрии. Первая лекция немножко о том, как мы это... это то же самое, что вы делаете сейчас в Украине, как мы это делаем и видим в Европе. Первая лекция, Европейская Академия Педиатрии, это не надо путаться с Академией научной, которая есть и в Украине разные, у нас ранее много академий, я знаю, что там сельскохозяйственные, медицинские есть. Нет, Академия, слово здесь используется, так как очень сильная традиция и в Американской Академии Педиатрии есть, и Европейская, это основной союз специалистов. Но с другой стороны, это тоже не ассоциация простая, сообщество, это организация, которая делегировала много функций Европейской Академии. Европейская Академия — это совет министров всего Европейского Союза. Ну, все началось с объединения, с инициативы общественной. И объединились 41 страна, ну, извините, это не будет переключаться, потому что вы не попадаете в мои слова переключить, но я не знаю, как тогда будет, чего здесь не хватает, моих знаний или батареи. 41 страна, 41 страна сейчас объединились в Европейскую Академию Педиатрии. Что это значит? Значит, что местные общества, как в Украине, Украинская Академия Педиатрии, они вступают в Европейскую Академию Педиатрии, и работают совместно для имплементации разных проектов. 82 тысячи педиатров мы представляем в Европейской Академии Педиатрии, штаб-квартира в Брюсселе. И 41 страна. Страны Европейского Союза, они полностью члены в этой организации, страны, которые стремятся к Европейский Союз, ассоциированные страны, а не ассоциированные члены. Ну, в принципе, каждый, также и врач может индивидуально вступить. Страны представляют, но, может, врачи вступят индивидуально в эту Академию. Почему надо педиатрам объединяться не только в вашей стране, но также и в Европе? Потому что много частей нашей поседневной жизни в Европейском Союзе регулируются директивами, то есть указами из Брюсселя и Европейского Союза. Но есть некоторые отрасли большие, некоторые направления, где очень мало директивов оставляют решения для национального государства. Как они будут устроить одно или другое, одним или другим образом, допустим, медицину или там еще некоторые. Это называется принцип субсидиарности. Это Европейский Союз говорит, мы доверяем, что ваше правительство знает лучше всех, что надо вашей стране. И, к счастью или к сожалению, мы говорим, может быть, и к сожалению, медицина очень мало регулируется директивами в Европейском Союзе. Вот электричество, вот здесь я специально показываю, электричество очень строго, и электроприборы очень строго регулируются. Все расписано, по полочкам разложено, как, что и какие стандарты должны быть. В медицине довольно мы видим пеструю картину. Что это значит? Это значит, что педиатры или другие врачи, семейные врачи, или там кардиологи, или пульмонологи, они каждый день должны быть в тонусе, как и в вашей стране, так и в наших странах. И все стараться, чтобы улучшалась ситуация, чтобы более рационально, более умно принимались, готовили законы, чтобы они действительно действовали в реальной жизни, каждый день в тонусе. Это, конечно, тогда зависит и от качества работы местного правительства. Так что не волнуйтесь, не только у вас бывает, что и ругает Минздрав, и какие-то думают люди, что надо делать поиначе. У нас тоже такое бывает. Но я могу сказать, что все это, что вы сейчас проходите с реформами, мы прошли 20 или 25 лет назад. Сейчас оборудование, наверное, отличается, каких 20 лет по сравнению с вашей страной, 20 раз зарплата, 10 раз, как минимум у нас выше у врача, ну и все остальное. Ну если, ну мы, ну я очень хорошо помню те времена, когда тоже было и зарплата не то, что 150 евро, было и 50 евро. Все мы помним, это было в 90-е годы. Мы были очень тяжелые времена, и наше правительство сказало, надо делать какие-то глубинные системные реформы. Мы какой-то другой смотрели, как, что это, что это значит, эти глубинные реформы. Потом все начали кричать, что очень плохо, всем очень плохо, а потом 5 лет прошло, и сказали, как хорошо, что все это сделали. Не делать ничего, это уже подписать себе приговор. Система здравоохранения очень дорогое удовольствие для государства. И для этого надо действительно реформировать, внедрять не только новые технологии, но и новые отношения между специалистами, первичным уровнем, руководством здравоохранения. Поэтому мне легко быть в вашей стране оракулом. Я могу во многом поспорить, что будет 10 или 15 лет спустя в здравоохранении. Не знаю, не могу поспорить, когда Крым вам вернет. Мы все за это, конечно, боремся. Это я не знаю, потому что такого у нас не было опыта. Но по медицине мы все прочли, и мы не знаем, что те страны, которые делали реформы, те сейчас более-менее довольны своей жизнью. Те, которые быстро делали реформы, те более довольны своей жизнью. Очень, очень такой простой, простая формула. У нас в Прибалтике, Литва, может быть, не было даже авангарда реформ. Эстония была. И Эстония сейчас лучше по ситуации, по всем параметрам, чем Литва. Немного, но немножко лучше. Так что даже так, как быстро делает, как радикально делает, это тоже залог успеха в будущем. Ну, еще вернемся к Академии. Академии, как мы сказали, всего 41 сейчас страна. 28 стран это полные члены. Есть также страны, которые не Европейского Союза, но столько, много договоров с Европейским Союзом, что практически они члены Европейского Союза только без права голоса. Это как Норвегия, Исландия, ну и сейчас Британия, может, она думает, тоже в эту группу перейти. Ну и тогда они все вот члены, которые принимают уже обязательные для стран Европейского Союза законы и постановления. И Украинская Академия уже несколько, Украинская Академия ПД-3 уже тоже несколько лет как член Европейской Академии ПД-3. И единственная организация, я знаю, что у вас педиатрических организаций каких-то, чуть не сто, наверное, да, есть единственная, которая признает Европейская Академия, это Украинская Академия ПД-3. И здесь мы видим секции этой Академии, чем они там, в принципе, занимаются. Есть самые большие такие фундаментальные секции, это первичная помощь детям, вторичная и третичная. Это самые такие образующие организации, отделы. И также есть группы, которые работают в одном или другом, очень важны для детского здоровья направления, как редкие заболевания, как вакцинация, подростковая медицина и другие. И также есть научные отделы, проснет, которые делают научные исследования. Это исследования больше эпидемиологические такие, и это не научная организация, так и наука больше такая, как эпидемиология, как секс, как оценка ситуаций в разных частях Европы. Чтобы легче нам было потом какие-то более индивидуальные рекомендации подготовить. Одно действует в Восточной Европе, другое в Западной Европе. Не вся Европа, не весь Европейский даже союз одинаков. Один из последних был о таких образцах, это сделано исследование. Мы исследовали, используя опросники, что влияет на родителей, у которых есть дошкольные дети, когда они принимают решение вакцинировать или не вакцинировать детей. И Украина тоже участвовала. Мы сейчас готовим публикацию большую, много стран, 20 таких стран участвовало. Но что я могу сказать даже по нашей ветве? Не думайте, что у вас только антивакцинное движение. У нас тоже оно есть. Правда, у нас уровень вакцинации детей очень высокий. И все же, когда мы анализ данных в Литве посмотрели, мама лучше склонна к обычной вакцинации, отец более скептически на это смотрит. 96% получают информацию негативную про вакцин из интернета, но люди уже не верят. А 20% не обязательно, что негативную, но указали, что сомнения какие-то получили от медицинского персонала. И вот это очень эффективно. Если отказались потом вакцинировать, то скепсис, не только отрисание вакцины, которую услышали у медсестры или врача, это очень чувствительное население. Так что есть тоже мысль, что делать школы вакцинации, говорить об этом с актритом, с врачами, все же никогда не будет слишком много. Уэнс – это структура, которая объединяет разные специальности, кардиолог, семейные, педиатры. Педиатры только одни из них. И они напрямую, здесь такая схема компликованная, напрямую выходят на Европейскую комиссию. Европейская комиссия – это Министерство Совет Министров Европейского Союза. И здесь видим на этой фотографии Еврокомиссара. Еврокомиссар – это как в вашей стране министр здравоохранения. Он профессор из Литвы. Я когда-то был его советником. Он очень такой энергичный, прогрессивный. И видим, что Литовская академия ПТ-3 проводит мероприятия в Литве. И они лично Европомиссар всего Европейского Союза ответственные за здравоохранение и безопасность пищи посещают эти мероприятия. Моя зона ответственности – эти страны, которые зеленым помечены, это уже Европейский Союз, и страны другим светом помечены, эти те, которые стремятся в Европейский Союз. Ассоциированные шведы. Так как я сам из этого региона, я работаю 20 лет в Европейской Академии ПТ-3, и последние 6 лет в руководстве этой организации. И я ответственный за этот регион. У нас есть такой комитет по неравенству и гармонизации медицинских услуг. Я руковожу этим комитетом, приезжаю в одну или другую страну, и иницирую один или другой проект, анализируем ситуацию, даем какие-то советы, приглашаем также опинион лидеров из страны в наши заседания в Брюсселе, и делать другие важные совместные проекты. Детская смерть, младенческая смертность. Все страны уменьшаются. Младенческая смертность, если мы смотрим с 2000 года, Украина тоже уменьшается, здесь Молдова еще повыше. А здесь, где в самом низу, это Швеция и вот Эстония. Эстония даже обогнала Швецию, хотя в 2000 году была разница довольно большая еще по младенческой смертности. Меньшая младенческая смертность в Эстонии, чем в Швеции. Так что все можно сделать. А все стартовали с одной позиции в 90-м году. Разница, наверное, была только та, что у нас, конечно, был больше опыт строения государства, потому что мы были независимы и до 40-го года. Можно считать, и еще вся структура страны осталась до 45-го года. Так что еще было поколение, которое помнит, как надо управлять государством. Это легче. Но второе очень-очень важное, чтобы никогда не мешкались и курса не меняли после 90-х. Это очень важно, какая-то стабильность для страны, для каждой семьи, для страны, для города. Потому что если мы видим одно только препятствие и сразу шарахаемся уже в другую сторону, может, это препятствие еще мы недостаточно оценили, может, эта проблема, которую мы видим, потом станет благом даже для нашей страны. Каждая реформа, какие-то изменения, они болезненные, они не так легко принять их. Но меняет основной курс, это всегда очень опасно, потому что тогда государство уже где-то теряет вектор развития. И опять вернемся к академии. Мы готовим стейтменты, некоторые документы такие, которые публикуем. Что мы думаем о витамине Д? Что мы думаем об пассивном курении? Что мы думаем о базовом обучении специалистов, которые работают с детьми? Мы обсуждаем, у нас есть журнал, европейский журнал PD3, публикуем. И это потом в переводе также, не знаю, сколько перевели, но и предлагаем и украинской академии PD3, и наши эти стейтменты, постановления публиковать в сайте организации. Один из последних документов требования к специалистам, не только педиатрам, всем специалистам, которые работают с детьми. Требования по базовому обучению PD3. Семейные врачи это очень хорошие специалисты, но, к сожалению, не только в Украине, но и в нашей стране учат педиатрию, они учат педиатрию где-то в резидентуре полгода, к сожалению. Когда педиатр у нас, если резидентуру заканчивает, он учит базовую, три года, и субспециальность два года у нас, президентура, если стать врачом-педиатром или педиатрическим субспециалистом, пять лет. И требования Европейского академии тоже приняли такое постановление, что будет в дальнейшем подавать в Европомиссию, что семейные врачи учились детским болезням два года. Так что в каждом мы прописываем и не только то, что надо педиатрам, но также и другим специалистам, которые работают с детями. Это, я думаю, очень важно. Вильнюсской декларации. Мы готовим также и документы, посвященные одним или другим проблемам. Одна из проблем — это хронические заболевания дыхательной системы. У детей это бронхиальная астма, аллергические риниты, более редкие заболевания, как муковис седоз и другие. И мы вот в Вильнюсе собрались в прошлом году в марте. И также в нашем собрании была конференция, участвовали также коллеги из Украины. И мы приняли большой документ, который сейчас будет публикован в высоко сетированных журнале Европейской Академии Аллергии и Клинической Иммунологии. Вильнюсской декларации, как контролировать хронические дыхательные заболевания. Я могу отдельную лекцию об этом, может быть, в следующий раз прочитать. Но хочу только показать как пример сотрудничества. Потому что среди авторов этой декларации есть четыре министра из нашего региона, включая ваш министр. И также есть специалисты, вот и Леонид Дубей, и Катилов, пульмонолог, ваш хороший специалист из Украины. Среди небольшой относительно группы соавторов есть три или четыре представителя Украины. Это очень важно. И я думаю, ваш министр тоже будет обращать больше внимания к хроническим заболеваниям дыхательной системы, так как она официально согласилась быть соавтором этой декларации. Европейская Академия БД-3 и украинская, основная какая цель, это обучение врачей. До дипломной и особенно после дипломной обучения. Какое еще очень важное? Это гармонизация программ обучения. Гармонизация после президентуры. У вас она называется, насколько я знаю, интернатура, и относительно слишком короткая. У нас очень четко сказано. Три года базовая БД-3 для педиатра в президентуре. Вы можете называть интернатурой, но продолжительность программы должны соответствовать европейскому. И когда это внедрим в Украину, тогда будет взаимопризнание диплома. Когда вы получаете диплом в Лондоне, Вильнюси, или в вашем городе, и он полностью действительный во всей Европе. Это важно для каждого человека, который учится. Поэтому это не только на государственном уровне, но и на личном уровне. Каждого человека это касается. Второе, или третье, очень важно систему построить первичную, чтобы она работала. Там, где есть достаточное количество педиатров, достаточное количество детей, это города, обязательно и педиатры в первичном уровне должны работать. Там где сельская местность, поменьше города, там семейный врач смотрит и детей, и взрослых. Эту систему надо сделать гармоничную, чтобы не было перегиба ни в одну, ни в другую сторону. У нас, как данные системы семейного врача, водила государство, большая часть педиатров после курсов, там несколько месяцев, стали семейными врачами. Мы сделали анализ в одной из больниц, одной из самых больших поликлиник Вильнюса. Что мы нашли? Я, который из педиатров, так у него в участке 95% детей, хотя называется семейными врачами. Я, который из терапевтов, там чуть не то же 90% взрослые. В принципе, это уже, ну как сказать, это самообман. Лучше бы он назывался педиатрами и лечил детей, терапевт лечил и смотрел за больными взрослыми. Ну, еще раз хочу повторяться, эта организация не имеет каких-то комплексов или каких-то предрассудок, что касается семейной медицины. Она нужна. Очень важная часть общего здравоохранения. Но всегда надо делать все с умом. Не надо палки перегибать. Другие специальности. В нашей, в моей стране официально, официально есть 13 специальностей. Знаю, когда здесь я спрашиваю, вроде они есть, вроде нет, не полностью сделана юридическая база для субспециальностей. Разные эти субспециальности, и они обычно, это тоже прерогатива академии, они создают одну или другую специальность, либо объединяют, готовят программы обучения одной или другой специальности. Это тоже очень важно, чтобы у вас были и детские пульмонологи, и детские онкологи, и детские кардиологи. Достаточное количество, это как ветви, ветви большого дерева. Но корни этого дерева, это первичный уровень. Если не будет, там хорошая, достаточная помощь детям в первичном уровне, засохнут дети, ветки, и все здравоохранение будет в таком плачевном состоянии. Поэтому реформируя, надо это очень бережно делать. Ну, а если посмотреть в страны, где первичный уровень, в первичном работе только педиатры, из Западной Европы, это можем такие страны упомянуть, как и Германия, Италия, Франция. Есть страны, где никогда не было первичной педиатрии, как Берега Британия, допустим. Но в большинстве стран, что и вас, я призываю к этому, это смешанная система. И у нас. Там, где есть возможность, пусть педиатры работают, там, где нехватка либо специалистов, либо детей, чтобы формировать участок, там семейный врач может работать. Смешанная система. И если мы смотрим, как изменилась в общем картина в Европе за последние 10-15 лет, мы видим, что увеличивается число стран смешанной системы. Польша. была только семейная медицина, они перешли сначала, потом решили, что надо вернуться к смешанной системе. Латвия тоже проделала. У нас никогда не было выбора либо-либо. У нас всегда была в Литве смешанная. Так что число стран со смешанной системой первичной, оно увеличивается не только за счет бывших педиатрии, стран, в которых только педиатры работали, но также и стран, где только семейные врачи работали. Почему? Ну, потому что когда педиатры работают в первичном уровне, самые меньшие затраты государства. Никто столько за свой энтузиазм, за даром не будет работать, как педиатр. когда у нас внедрили семейных врачей, сразу закончились визиты по домам. Они сказали, что мы будем там бегать по лестнице куда-то в этаж пятый или третий, и что, и нам не будет платить там какие-то деньги? Нет, это ваша ставка уходит, ваша обязанность. И они там профсоюз поднялся и практически упразднили визиты на дом к больному ребенку. А когда были педиатры, бегали, бегали по этому лестничному площадку. И не жаловались еще. Система самая дешевая. Но реальность, еще раз говорю, такая, что мы не можем обеспечить, чтобы педиатры работали только в первичном уровне. Даже если бы и хотели. Потому что действительно нехватка врачей, и не только может быть в наших странах Западной Европе самое легкое это найти работу в Германии. Очень нехватка педиатров для педиатра во Франции, во многих странах специалистов не хватает. И конечно в наших странах еще особенность, что уменьшается количество детей в семьях. Улучшается общее количество детей. Если посмотрим результаты по младенческой смертности, тоже видим, что система когда педиатрической первичной уровни, она более эффективна. Ну еще раз говорю, наша организация, это та организация, которая объединяет, делится опытом, принимает реальности, а не ставит стены. Вот педиатрия, там стена, там семейные врачи и подобное. Я думаю, что все мы работаем искренне для блага наших пациентов и нашей страны. Еще наших стран. Еще только хочу сказать одно, что первичная эта педиатрия, это не то, что было раньше. Либо ты работаешь в больнице как госпиталист, даже такая специальность есть в Америке, либо ты работаешь в первичном уровне. Сейчас у нас уже такая вот система, я думаю, что у вас будет педиатр работает в первичном уровне в небольшом городе, допустим, там 10 тысяч жителей. Ему не хватает, может быть, даже может хватает, может не хватает детей, прописанных в участок. Он также консультирует семейных врачей и других специалистов по педиатрическим вопросам, делает услуги второго уровня, работает первый уровень, делает услуги второго уровня, получает уже из больничных касс отдельную оплату. Здесь оплата на душу населения, сколько тебе прописано количество детей, сколько ты денег и получишь, а здесь уже сколько консультаций оказал. Капает деньги добавочные в карман педиатра. И если хочет у нас таких 50% кто хочет, кто не боится, организует такой полустационарный услугу, это тоже вторичный уровень, это наблюдение за ребенком до 24 часов. Педиатр смотрит за свое время, сколько он там работает, днем и нанимает медсестру, которая продолжает смотреть за этим ребенком, и до суток может ребенок под наблюдением таким быть, полустационарные такие услуги. И такой педиатр может работать как соло-практика. Как частная соло-практика, это государство платит, это государство, это государство, еще какие-то, я уже не говорю, услуги, которые вызывают там на дом или ночью, и там уже частные, и из трех карман платит одному специалисту педиатру. Естественно, он зарабатывает тогда уже нормально. Так что вы, наверное, будете двигаться тоже в этом направлении. Я так надеюсь. И оканчивая это выступление, я хочу сказать, что Европейская Академия ПД3 организует много конгрессов, и будет один из них мастер-класс и конгресс в Португалии, Порто. Это будет в сентябре. До 20 февраля еще тезисы принимает. Те, которые хочет, может подать тезисы на английском языке, может потом аппликацию послать на грант, частичное подкрытие дороги, если тезисы уже принимаются. Можете, если тезисы примет, можете мне написать. Я там один из членов комиссии по грантам. Мы всегда стараемся, что в Восточной Европе, Украине, Польше людей получили возможность посетить конгресс. Ну и в Литве мы тоже организуем четвертый Балтийский педатрический конгресс в Вильнюсе 16-18 мая. И здесь, я знаю, будут такие очень важные тоже мероприятия в Вильнюсе в университете нашем. 500 лет очень старый университет, там учился Шевченко, и вот мы думаем сделать семинар. Несколько часов украинские профессора, доценты будут читать лекции на украинском языке в Вильнюсском университете, и будет транслироваться в разные города Украины по интернетной связи. Это украинская часть конференции, да, конечно, будет много там чего будет, и это в основном посвящены проблемам балтийских стран. Я хочу на это обратить внимание, потому что Украинская Академия ПДТ тоже набирает группу участников, которые будут посетить этот конгресс. Всех я хочу пригласить. И спасибо. Это нарисовал мне ребенок из Луганска, который мы взяли на каникулы по программе взаимопомощи и сотрудничества с Украинами. Берем семьи, детей, так он нарисовал такую картину. Это было где-то два года назад. Он был из Луганска, сейчас студент уже, учится в Киеве. Вот так он видит наше с вами общее будущее. Спасибо.